Собственник торгового центра «Квартал», что напротив ЖД вокзала, один из тех, кто попал в список должников за аренду муниципальной земли. Площадь участка более 8 тысяч квадратных метров. Сумма долга еще более впечатляющая – порядка 2,5 миллионов рублей. Рядом с «Кварталом» торговый центр «Привокзальный». Недострой затянут баннером, а собственник затягивается платой аренды муниципального участка. Сумма долга более миллиона рублей. И таких примеров в Сочи предостаточно. В настоящее время в арбитражных судах находится 267 миллионов рублей на взыскании с арендаторов, как просрочивших уплату арендных платежей. Также находится порядка 141 миллиона рублей за должности уже на исполнение в службе судебных приставов. Между тем, сумма доходов города за сдачу в аренду муниципальных земель сравнима разве что с доходом за оплату налогов физическими лицами. Суммы колоссальные и деньги очень важные для развития города. Используя муниципальные земли для бизнеса, предприниматели не платят за аренду земли. И город не может, например, продолжать строить детские сады. Списки неплательщиков администрация публикует на официальном сайте. А с предпринимателями, которые систематически нарушают условия договора, не платят деньги. Эти договоры расторгают и ищут более эффективных арендаторов. Еще часть муниципальных участков, таких как, например, вот этот арендаторам придется освободить уже в ближайшее время, но не по причине долгов. Как рассказали в департаменте имущественных отношений, все дело в том, что эти земли теперь носят статус парковых зон. Поэтому договоры их аренды продлевать или перезаключать уже не будут. Скоро небольшим парком станет и этот участок в Хосте рядом с теннисными кортами. В принципе, так было и раньше. Небольшое напоминание, разве что вот этот полуразрушенный фонтан. Таких участков в Сочи-9. Например, у гостиницы Приморская на улице Конституции, 60 лет в ЛКСМ и рядом с концертным залом фестивальные. Договоры аренды с предпринимателями продлевать не будут. А это значит, что парковых зон в Сочи станет больше почти на 2 гектара.